Дейнг Бусинис по-украински, когда в страну придут миллиардные инвестиции, Апостров, Украина. Виктор Авдиенко, Апостров, Украина. 29 октября 2019 года Украина улучшила позицию в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Дейнг Бусинис 2020, заняв в нем 64 место. В 2019 году наша страна занимала 71-ю строчку рейтинга. Наиболее заметный успех Украина продемонстрировала в защите миноритарных акционеров, что было достигнуто благодаря появившемуся требованию об открытии информации о конечных бенефицарах компаний. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, повышение рейтинга Украины в Дейнг Бусинис 2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это – позитивный сигнал для украинских предпринимателей и зеленый свет для иностранных инвесторов, написал он на своей странице в Facebook. Действительно, рейтинг, который ежегодно составляет Всемирный банк, является одним из ключевых факторов, которые влияют на решение международного бизнеса об инвестировании в конкретную страну. Следует отметить, что заслуги нынешнего правительства в улучшении позиций нашей страны в рейтинге нет никакой, так как в нем оценивались изменения, произошедшие в бизнес-среде с мая 2018 года по мая 2019 года. «Однако нынешняя власть не собирается останавливаться до достигнутом. Мы продолжаем работу в этом направлении. Три дня назад заработал Кодекс о банкротстве. Несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дирегуляции», – заявил Алексей Гончарук. Хуже всех. Почти сам факт улучшения рейтинга Украины является позитивным моментом, считают эксперты, опрошенные апострофом. Другое дело, что все, как говорится, познаются в сравнении. Украина под Аингбусинис занимает одно из самых низких мест из всех стран бывшего СССР, отметил в разговоре с изданием глава Комитета экономистов Украины Андрей Навак, еще ниже места Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Так, например, впечатляет седьмое место в рейтинге Грузии, которая, как известно, с середины нулевых проводила радикальные экономические реформы. Литва, Эстония и Латвия также входят в топ-20 рейтинга. Но куда обиднее 25-е место Казахстана, 28-е – Россия и даже 49-е – Белоруссия. Поэтому хвалиться таким прогрессом, мне кажется, преждевременно, отметил Навак. Финансовый эксперт Алексей Кущ, в свою очередь, обратил внимание на то, что в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума, ВФ, данные которого также были опубликованы в октябре, Украина, наоборот, за год потеряла несколько позиций, опустилась с 83-го на 85 места. У нас получается одна нога – вверх, другая – вниз, сказал он в комментарии апострофу. Вместе с тем специалист считает, что для украинских властей мировые рейтинги превратились в некую навязчивую идею, при том, что повышение позиций часто происходит чисто механических способом. В качестве примера Кущ привел строительную сферу, в последние несколько лет был принят пакет законодательных изменений, вроде бы как упростили получение разрешений, на строительство, но стало ли от этого легче строить в Киеве? Могут ли прийти иностранные компании и начать здесь строить? Нет. Поэтому все эти нормы искусственные, резюмировал эксперт. Однако другой крайностью является утверждение, что на рейтинге вообще не нужно обращать внимание. Золотая середина – это когда место в рейтинге является производной от эффективной экономической среды в стране. И тогда рейтинг воспринимается не как главная цель, а как дополнительный бонус, пояснил Куч. По его мнению, красноречивым примером этого является Грузия, она не стала восточно-черноморским Сингапуром, она не стала выпускать электромобили и смартфоны, а продолжает делать боржомие вино, что было и до реформ, а люди продолжают уезжать из страны в поисках работы. Также нужно понимать, что страны, находящиеся ниже топ-50, это – инвестиционные лузеры. Если страна находится в топ-50, инвестору абсолютно все равно, какой у нее конкретный рейтинг. А то, что мы находимся за пределами топ-50, это – звонок для инвестора, это для него повод задуматься, говорит Алексей Куч. Олигархам здесь не место задуматься о нужной украинским чиновникам, почему в страну не идут инвестиции. Напомним, в 2018 году прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику составили менее 2,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2008 году они немного не дотянули до 11 миллиардов долларов. При этом примерно 1,5 миллиарда долларов – это, по сути, возвращение средств отечественного бизнеса из офшоров, а потому можно говорить о фактическом отсутствии иностранных инвестиций как таковых, подчеркивает Андрей Навак. По словам эксперта, чтобы инвестиции возобновились, Украине нужны настоящие глубокие реформы, а не виртуальное косметическое шоу, которое кошмарит бизнес, Апостров, сказал в комментарии изданию специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурса. Поэтому, решив эти вопросы, мы смогли бы совершить прорыв в привлечении инвестиций. Кроме того, по его словам, важно то, как пройдет земельная реформа, сможет ли она привлечь инвесторов. Но есть ли шанс, что в Украине повторится инвестиционный бум нулевых, ведь именно тогда в страну заходили миллиарды долларов от иностранных инвесторов. Это был период интенсивного роста всех сырьевых рынков, и наша экономика, которая базировалась в основном на сырье и полуфабрикатах, тогда хорошо впряглась в эту общемировую тенденцию роста, говорит Алексей Кущ. Также он добавил, что в начале столетия украинская экономика начала превращаться из закрытой структуры в открытую, и сюда стал активно заходить международный капитал. Такой эффект бывает в жизни только один раз, подчеркнул эксперт. Впрочем, инвестиции можно привлекать и в нынешних условиях. По словам Куща, Эфиопия получает примерно по 1 миллиарду долларов инвестиций под каждый индустриальный парк, а таких парков в этой стране больше десятка. Еще один пример. Казахстан, ставший финансовым хабом на стыке Европы, Азии, стран СНГ. Эта страна суммарно имеет 18 миллиардов долларов инвестиций в год, в том числе благодаря своему финансовому центру. Рецепты известны. Нужно переходить к созданию кластерных точек роста, стимулировать инновации, применять те механизмы, которые уже опробированы в других странах. Почему у нас это не работает? Потому, что, если мы начнем переходить к кластерному подходу, мы должны будем отдавать самые лакомые куски международным системным инвесторам, а из-за этого придется потесниться нашим олигархам, резюмировал эксперт. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.